Начали все советоваться с ним, и он давал очень хорошие советы. Его начали уважать и сами, те, которые сидели в тюрьме, и те, которые охраняли. Все подряд. Буквально через три месяца ему дали амнистию, сократили срок на половину. То есть он должен был сидеть уже два года вместо четырех. Потом его перевели в медсанчасть. Это уже не тюрьма. То есть он просто там помогал тем, кто болеет. Он же жил совсем в других условиях. Потом дальше, когда прошло еще полгода, ему еще раз половинили срок. Еще одна амнистия. И получилось, что он должен был сидеть всего год. Но так как его очень любили все, его выпустили не через год, а через восемь месяцев. Ну то есть получилось, что он восемь месяцев всего отсидел, месяц четырех лет. И вышел. Но последние три месяца он вообще не сидел в тюрьме. А его перевели на такой режим, что он просто ходил на работу, работал и не имел права вот из этой области зоны выходить никуда. Это все благодаря молитве. Попытайтесь это понять. То есть по своей судьбе он должен был четыре года просидеть. Но он просидел... Вот правильно, да. Это правильное решение. Но он просидел всего пять месяцев по факту. Понимаете, о чем я говорю или нет? Не дальше рассказывать об этом или будем говорить о том, что делать? Что делать, да? Прежде чем говорить о том, что делать, я вам хочу рассказать, что это такое, как это все работает. Вот смотрите, еще раз напоминаю. Мне пришла записка, в которой говорится, моя бабушка находится в депрессии, ее внук должен сесть в тюрьму. Что мне делать? Как ее успокоить? Понимаете, она находится в депрессии не потому, что она в эмоциях находится, не потому, что она вдруг попала не на ту эмоциональную волну. Она находится в депрессии, потому что мы все связаны друг с другом сердцами. Понимаете, мы все как одно целое, все родственники, все близкие люди, они питаются энергией моего сердца. Понимаете, у меня в сердце находится как такое озеро, от которого идут ручейки. Когда, допустим, ребенок заболел, мама чувствует беспокойство. Беспокойство означает, что выходит энергия счастья, необходимая для этого ребенка, для того, чтобы он выздоровел. Понимаете? Если, допустим, энергии счастья хватает у мамы, озеро, ее счастье достаточно большое, она ведет правильную жизнь, молитвы живет и так далее, тогда она даже не узнает о том, что ребенок должен был заболеть. У него появится вирус внутри и исчезнет. Потому что энергия, которая берется у мамы, она берется неосознанно. Эта энергия берется сама, то есть не надо ее никуда направлять. Просто приходит время, и у нас кто-то из родственников берет себе энергию для того, чтобы выжить. Но когда бабушка чувствует камень на сердце и не понимает, зачем ей теперь жить, это означает две вещи. Первое. Она поставила своего внучка центром, целью своей жизни. То есть она жила для внученка, так? Не для Бога, а для внученка. Она поставила неправильную цель в жизни. Раз. И второе, что означает, это означает, что у нее нет энергии ему помочь. Вот ему стало плохо, а у нее сил ему помочь нет. Потому что она не Бог, так? И что означает эта депрессия бабушки? Это означает, что у нее энергия в сердце кончилась, у нее нет возможности ни ему помочь, ни жить. Почему? Почему не жить нет возможности? Потому что ее жизнь была предназначена для этого человека. Когда человек свою высшую жизнь в сердце оформляет, для кого я живу, он отдает все свои жизненные силы для этой цели. Так устроено в этом мире. Бабушка говорит, я не могу жить больше, все, у меня нет возможности жить. Что делать? У бабушки есть две проблемы. Первая проблема – непонимание, как надо правильно жить. А вторая проблема – ей нужны силы. Даже для понимания нужны силы. Потому что когда человек находится в состоянии боли, он не может ничего понять толком. Вот, допустим, сейчас вот здесь присутствует женщина, у которой недавно ушел близкий человек из жизни. Я часть лекции буду ей посвящать, чтобы ей сейчас помочь. Поймите такую вещь, что у вас сейчас нет сил понять что-либо. Вам нужно просто успокоиться. А чтобы успокоиться, человек должен использовать то, что уже есть. Допустим, если вас успокоит природа, вы в нее верите, вы должны ходить в лес. Если вас успокаивают духовные программы, службы, вы должны туда ходить. Понимаете, первое время, что когда человек в состоянии боли находится, он должен не действующим быть, а получающим. Получающим, понимаете? Есть такое дерево секвойя. Оно получает влагу через листья. Оно всасывает влагу через листья из воздуха. Но когда оно маленькое еще, ее нужно поливать. Если ее не поливать, значит, она потом не научится всасывать влагу через листья. Для этого нужно, чтобы листьев было очень много. Понятно, да? Точно так же человек, который находится в горе, ему сначала надо себя поливать. Ему нужно сначала получить достаточно силы, чтобы потом самому действовать правильно. Вот если человек попал в горе, он не может сам молиться, у него нет сил. Тем более, что если он никогда этому не учился, у него нет ни сил, ни веры, ни опыта, это делать. Что делать? Надо пользоваться тем, что уже знаешь. Допустим, у тебя есть вера, чувство в природу. Ну, иди на природу гуляй. У тебя, допустим, речку, вот некоторые бачат, сидят, смотрят на воду. Они не знают, зачем они туда приходят. Они приходят смотреть на воду, потому что вода успокаивает. Некоторые ловят рыбу и отпускают. Это просто повод. Понимаете? Люди лечатся энергией реки, энергией леса. Но лучше лечиться энергией Бога. Самое лучшее место для восстановления сил – это храм. Если у вас есть в это вера. Хотя бы капелька веры. Можно слушать лекции. Некоторые слушают лекции, слушают, слушают. Так они настраиваются на энергии Бога. Если лектор связан с совестью, то тогда он по совести говорит. Тогда можно через лекции слушать и восстанавливать свои силы. Просто слушать и слушать и слушать. Слушать песнопения возвышенных людей. Слушать лекции. Ходить на духовные программы. Всасывать духовную энергию. Как только чуть-чуть силы появляются, дальше надо самому уже пытаться делать то, что мы сегодня будем делать на этом тренинге. Итак, первое, что вы должны понять, это то, что если у вас боль есть в сердце, если у вас есть тяжесть, если есть депрессия, если вы считаете, что кто-то разрушает вашу жизнь, это означает только две вещи. Первая вещь. Вы чувствуете просто объем работы, который не можете сделать. Потому что люди теряются, они думают, что это все, это конец как бы судьбы. Нет, это не конец судьбы, это просто ваше незнание, что делать дальше. Это очень большой объем работы, который не сделать своими силами. У меня есть одни знакомые, они тоже занимались духовной практикой, их машина застряла посреди поля. Представляете, посреди поля. Они как-то умудрились там поехать, по этому полю, по проселочной дороге, и пошел сильный дождь. Эту дорогу развезло в несколько минут. И в результате проехать там невозможно. Вот дождь идет, сильный ливень, проселочная дорога, ливень закончится неизвестно когда. Они там сидят уже пять часов в этой машине, не знают, что делать. Какие действия? Они просто начали молиться. Какой результат этой молитвы сказать вам? Результат такой, что в это время, во время этого дождя, непонятно для чего, туда приехал трактор. Он взял, прицепил к себе эту машину, потом они договорились с ним. И увез их с этой дороги, их отвез. Вот такая ситуация. Откуда ни возьмись, появляется трактор. Так действует молитва. Понимаете, у Бога нет проблем решить нашу ситуацию. У него есть много способов. Но просто нет санкций, нет оснований. Когда мы не делаем свою работу, оснований нет. Первая проблема заключается в том, что у нас нет энергии и возможности преодолеть ситуацию. Своей силы нет. А как включить Божественную силу, мы не знаем. Мы начинаем ее клянчить, выть, Боженька помоги мне. Это не способ, понимаете? Чтобы энергия Бога пришла, человек должен занять свое естественное положение, которое дает им возможность быть сильным. Вот, допустим, вот смотрите, есть, допустим, маленькая лампочка, мы все маленькие лампочки, а есть большой источник света, допустим, электростанция. Как делать так, чтобы лампочка загорелась? Нужно соединить ее с электростанцией, правильно? Другого способа нет. Может, сама лампочка из себя, блин, ну как же загореться? Может, нет? Нет. Наше положение всех людей, которые живут в этом мире, положение таково, что мы загораемся тогда, когда попадаем в сеть. Как попасть в сеть? Для этого нужно делать добрые дела. Если ты становишься проводником доброй энергии, тогда ты попадаешь в сеть, тогда она в тебя попадает. В этой сети нет проводов, понимаете? Она возникает сама, когда человек занимает свое правильное, естественное положение в жизни. Он должен стать таким, чтобы через него пошла сила. Вот меня один человек сегодня спросил, а если другого лечишь, то есть ли опасность, что ты сам пострадаешь и заболеешь этой болезнью? Я говорю, да, есть опасность, если ты от этого человека хочешь денег. А если ты ему помогаешь просто потому, что ты хочешь ему помочь, тогда чем больше ты помогаешь, тем больше у тебя будет сил помогать. От улыбки рождается другая улыбка, которая рождает еще одну улыбку. Потом еще одна появляется на зал. И так все больше улыбок. Так вот? Если я настроен правильно, то тогда через меня начинает идти правильная сила. Я могу быть проводником этой силы, я не могу быть источником. Мы по природе не можем быть источниками, но мы всегда верим, что мы источники. В этом вся проблема, понимаете? Вот в нормальном, обычном психическом состоянии человек хочет своими силами все решать. Он не может подключиться к цепи. Только святой человек находится в этом состоянии. Он всегда служит Богу. Живет для других и не для себя. Когда человек живет для себя, это замкнутое пространство, цепь разрушается. И мы постоянно живем только для себя. Понимаете? В этом вся проблема заключается. Но когда человек попадает в виду, ему придется переключиться. Придется понять, как жить правильно. У него нет другого выбора. И как это сделать, я вам сейчас объясню. Сам процесс переключения себя на служение Богу очень трудный, потому что люди даже не понимают, о чем речь чаще всего. Они понимают, что это значит вообще. Для этого нужно иметь дело с тем, кто понимает. Нужно перенять настроение. Понимаете? Поэтому для этого нужно слушать голос того, кто это делает правильно. И в этом настроении то же самое делать. А что нужно делать? Нужно отвлечься от себя. И в данном случае какая техника у нас? Она может быть разной. Главное, это лучше всего произносить молитву, направленную на прославление Бога. Это самая лучшая молитва. Какая только есть. Есть два типа молитвы. Это молитвы нужды. Первый тип молитвы. И молитва любви. Когда человек настраивается сразу на молитву любви, он хочет служить, он сразу занимает очень высокий способ отношений с Богом, в котором он получает много сил от Бога. Даже если просить что-то у Бога, он дает. Но если человек служит Богу, тогда ему не надо просить. Бог дает сам. Гораздо больше. Итак, первое, что нужно понять. Есть в цепи, есть вход и выход. Понятно ведь, да? А лампочка – это я. Чтобы моя жизнь загорелась и была успешной, для этого надо о чем думать? О том, чтобы получить и отдать. Лампочка думает о том, что она горит или нет? Нет. Она горит по своей природе. Мы по своей природе должны быть счастливыми, здоровыми и успешными. Это наша природа. Как у меня жена говорит, какой ты сегодня чистенький, аккуратненький. Я говорю, я по природе такой. Она меня обстирала, там обгладила, делала. Говорит, какой ты сегодня чистенький. Я говорю, я по природе такой. Чистенький, аккуратненький. Ну так шучу из них, конечно же. Вот. Но на самом деле, да мы по природе такие. То есть мы по природе светлые и счастливые. Но для этого надо попасть в сеть. Понимаете? Первое, что нужно сделать, нужно слушать. Потому что включается эта сеть, лампочка загорается через слушание. Она должна слушать того, кто уже зажжен. Если мы возвышенную личность, которая с Богом связана, слушаем, то тогда через звук приходит свет человека в сознание. Через звук. Потому что только звук связан с разумом. У нас есть пять чувств. Чувство обоняния самое грубое. Оно связано с грубым телом. Через чувство обоняния можно почувствовать себя больным или здоровым. Например, если от человека запах плохой идет от тела, это явный признак того, что он болен. Надо знать, что его обследуют. Или человек, допустим, нюхает пищу. Какая пища плохо пахнет, значит, ее не надо кушать. Понимаете? Запах связан с телом. Дальше. Есть вкус. Чувство вкуса связано с психической энергией человека. Если человек ест вкусную пищу, то у него много сил. Вопрос заключается только в том, куда эти силы пойдут. Бывает благостная пища, бывает невежественная пища. Если человек ест невежественную пищу и ему нравится, это значит, что эти силы пойдут на то, чтобы делать злые дела. А если он ест благостную пищу и ему нравится, значит, эти силы пойдут на то, чтобы ей делать добрые дела. Но если человек заставляет себя с помощью знаний, меняет свое питание, то постепенно начинает нравиться уже благостная пища. И тогда энергии на злые дела уже не будет, понимаете? Как в том мультфильме, когда Бармалей перестал всех убивать, потому что он начал строить отношения с доктором Айболитом, понимаете? То есть он попал в правильное отношение, Бармалей, и в результате у него пропал интерес убивать. Потому что он стал добрым в результате этих отношений, понимаете? Он стал благодарным Айболиту, и в результате Айболит дал ему свою милость, дал ему понимание, как жить правильно, что убивать никого не надо. Нужны отношения. Итак, чувство обоняния не подходит, чувство вкуса дает силы просто, и все, не подходит. Чувство зрения связано с умом. Глаза являются зеркалами не души, а зеркалом нашей судьбы. По глазам можно видеть судьбу человека, какова у него сейчас жизнь. Чувство зрения связано с умом, тоже не подходит. Нам нужен разум. Тактильное чувство связано с разумом. Если человек грязным ходит, если человек грязи живет, то тогда у него разум теряет свою чистоту. Он становится загрязненным, и человеку очень трудно понять, как правильно жить, потому что разум грязный. Но силу разуму дает только звук. Я описал вам пять чувств. Самое сильное влияет на человека чувство осязания. Чувство осязания также связано с сексом. Секс связан с осязанием. Поэтому, когда человек ведет беспорядочный образ жизни в плане секса, то он теряет чистоту разума в результате. Но самое сильное чувство, которое побеждает судьбу, это звук. И звук надо вводить ухо. Чтобы ввести в ухо звук, надо делать так же. То есть мы сейчас будем слушать голос просто людей, которые живут в монастыре. Они поют службу Богу. И как бы мы вчера мусульманскую музыку слушали, сегодня будем православную слушать. Я бы вам много чего еще включил, другого, но в основном люди в той местности, в которой я читаю лекции, они или православные, или мусульмане. Поэтому я вот такие включаю. То, что востребовано. То, что понятно. А так вера очень много разная. И везде есть своя духовная музыка, везде есть святые люди, есть везде молитвы и так далее. Итак, мы слушаем голос. И для того, чтобы его услышать, а услышать его очень сложно, мы все слышим в ракурсе своего понимания. Для того, чтобы его услышать, мы должны войти в понимание этих людей. Надо повторять, я желаю всем счастья. Это уже другая часть цепи. Лампочка – это я. Вход энергии – это слушание святых людей, или возвышенных людей, которые занимаются духовной практикой. А выход энергии – это мой звук. Я повторяю. То есть я энергию вот эту вот, чтобы цепь заработала, чтобы лампочка светилась, нужно движение энергии. Энергия входит от возвышенных людей и выходит от меня с каким настроением? С таким же, как и вошло. Вот я что услышал, то и передаю. Я повторяю, я желаю всем счастья. Как? В том же настроении, как поют эти люди. Ну, если вы не понимаете, что значит в том же настроении, вы можете таким же голосом как бы это делать. Постепенно вы научитесь глубже и глубже понимать, что такое настроение. Но когда вы это будете делать именно так, надо нацелиться на вслушание, слушать этих возвышенных людей и повторять, я желаю всем счастья для других. Также очень важно понять, что цепь может быть замкнута и по-другому, еще более сильно. Когда мы слушаем голос святого человека или возвышенного человека, а отдаем свою энергию той святыне, которой мы поклоняемся. Вот, допустим, если вы мусульмане, допустим, можно голос православного человека слушать, нет проблем. Но если вы будете поклоняться Корану, мусульмане поклоняются Корану или имени Бога, они изображению не поклоняются. Ну, суть не меняется, тот же самый результат. Можно вспомнить Коран или имя Бога, поклоняться Ему, слушать голос, песнопение людей, которые занимаются духовной практикой, и в этом настроении кланяться святыне. Что происходит дальше? Вы зацикливаетесь на божественной силе. Понимаете? Лампочка попадает в очень сильную цепь. И в результате все остальные люди, которые нуждаются в вашем счастье, в том числе и у родственники, что получают? Очень много электричества, понимаете? Им хватает на все их проблемы. Допустим, внучок должен сесть в тюрьму. Ему нужно очень много энергии. Вы молитесь, 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 и энергии начинает хватать. Но для этого надо понять систему, что делать. Потому что если вы замыкаетесь на внучке и думаете, ой, внучок. Что происходит в это время? Вы выпадаете из сети, понимаете? То есть энергия входит, и она там скапливается просто, и все. Вы слушаете голос святого человека, а надо что делать? Надо думать о святости назад. А вы о чем думаете? О внучке. В результате короткое замыкание происходит. Вы отвлекаетесь от голоса святого человека и думаете о внучке, и все забываете. Начинаете страдать. Надо не думать, не нужно думать о том человеке, которому нужна ваша сила. Не нужно думать о том событии, в которые ваша сила должна пойти. Не думайте об этом, это не ваше дело. Все пойдет, само собой, это происходит без нашего контакта, ведомо. Но нас оповещает. Когда человек в цепи находится, он слушает голос святого человека, отдает себя святости, кланяется объекту святости в своей вере, обязательно в своей вере. То в этом случае постепенно, в какой-то момент он раз отмечает, в сердце успокоилось. Что это значит? Все, водички хватает, чтобы камешек закрыть. Ну то есть уже энергии хватает, чтобы решить проблему. Все. Дальше, когда происходит молитва, в следующий этап появляется знание. Неожиданно вы не думаете об этом опять, вы отвлекаетесь от плеча. Сама возможность отвлечься от проблемы указывает уже на победу. Если у вас проблема в голове, проблема, вы не можете ни на звуке, ни на том сосредоточиться. Это значит, что вы настроены неправильно, и победы не будет. Надо заставить себя слушать голос. Единственный способ это служить. Поэтому надо повторять, что-то делать. Не просто слушать, а повторять. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Понимаете? Когда у вас счастья будет хватать внутри, вы можете и другим людям пожелать. А сейчас вы просто в сети. Вам надо просто действовать. Если вы не действуете, вы не будете гореть. Лампочка должна что-то делать. Иначе она не живет. Мы повторяем, я желаю всем счастья. При этом поклоняемся святыне и слушаем голос возвышенных людей. Такова техника. Мы отвлекаемся от ощущений и эффектов. Как некоторые говорят, Олег Геннадьевич, у меня все получилось. Я говорю, а что у вас получилось? Я повторял, я желаю всем счастья. Мне стало так хорошо, так классно. Я почувствовал себя счастливой, довольной. Я говорю, а вы в это время думали о том, что вы желаете всем счастья, кланитесь в святыне и слушайте голос? Ой, Олег Геннадьевич, я забыла. Ну, значит, вы вышли из сети, чуть-чуть счастья получила и начала сразу его кушать. Понимаете? Это неправильный вид лампочки. Представьте, лампочка, которая освещает сама себя. Она никому не нужна, такая лампочка. Лампочка должна светить вокруг, понимаете? Она должна приносить пользу другим, тогда она нужна в сети. Тогда Бог ее будет использовать для своей, как бы, энергии. И она будет гореть сама, естественно. Понятно, да, система? Зачем люди становятся главными бухгалтерами? Потому что через них идут деньги, понимаете? Вам такой, может быть, неправильный пример. Не то настроение. Ну, так или иначе. Как вам это объяснить? Главное, гореть. А если лампочка горит, все в жизни будет получаться. Нет проблем. Первая ошибка. У меня ничего не получается. Надо думать, получается или не получается. Надо делать. Олег, Геннадий, что-то я спать хочу. Надо заставить себя не спать. Надо слушать голос. Если вы не можете заставить себя не спать, сядьте прямо. Вот так сидите очень-очень прямо. Когда человек становится прямо, сидит, у него концентрация сильно-сильно возрастает. При этом интересная такая техника. Если спина очень вытянута, сначала тело затекает, потом немеет, потом начинается тяжесть, потом раз, легкость. Когда появляется легкость, тонкие каналы прочищаются, человек даже выздоравливает. Можно во время валитвы даже выздоравливать, если сидеть прямо и неподвижно. И надо преодолеть тяжесть тела и боль. Надо расслаблять, расслаблять, сидеть прямо и расслабляться одновременно. Когда человек согнул, вот так, я желаю встречать. Ну, ничего не получится, понимаете? Потому что он должен быть прямым, активным. Нужно занимать активную жизненную позицию. Следующее, что надо знать. Лучше чуть-чуть встало, не отвлекайтесь на это лучше. Не думайте, ваи-ваи, правда помогает. Не надо об этом думать, нужно находиться в сети. Слушаем голос, отдаем святыне, кланяемся. Все. Лучше стало мне хорошо, все равно это продолжаем делать. Потому что после хорошо придет знание, это еще лучше. А после знания придет вера. А вера означает, я побежу, то смогу победить точно, без всяких проблем. Представляете, сколько стадий? А нам достаточно вот первый. Я когда читал лекции в Киеве, там просто тяжело. Вы даже не представляете, как тяжело там людям сейчас жить. Я как раз приехал в тот момент, когда был разгар войны. Народ весь удрученный, очень тяжелой. Я вот давал этот семинар по молитве. Слушали очень серьезно. Потом я приехал через месяц. И большинство людей, которые потом мне давали обратную связь, они говорили, Олег Геннадьевич, две недели молитва просто шикарна. То есть все делали. Жить становилось легче, легче, легче. Потом бац, я нашел работу. Бац, я познакомилась с кем-то. Там то, то, то. Каждый говорит. Я говорю, вы сейчас молитесь? Нет, Олег Геннадьевич. Не были мы ни на каком-то ике, нас здесь неплохо кормят. Вот, как в мультике. Кот такой большой, маленькие ножки, попугай говорит. Давай полетели на Таике. Кот говорит, мы не были ни на каком-то ике, нас здесь неплохо кормят. Понимаете, чуть лучше стало человеку, до свидания молитвы. Нас здесь неплохо кормят, никуда больше не надо. Все. Чуть счастья получил, все, до свидания. Больше не надо счастья. Не надо ничего делать. Человек быстро расслабляется, когда чуть-чуть жить становится легче. Это сравнивается в Ведах. Пример, что когда в Индии, когда сезон дождей, то реки разливаются, и рыбешки заплывают в мелкие лужи. Они думают, что там они вечно будут счастливы. Но когда наступает более активное солнце, тогда эти лужи все, они разъединяются с основным водоемом. В результате все эти рыбешки обречены на гибель. Все эти лужи потом пересохнут, без всякого сомнения. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что когда человек довольствуется маленьким счастьем, придет время, его водоем пересохнет, без всякого сомнения. Потому что контакт, с речкой, должен быть постоянным. Нужно постоянно слушать голос и отдавать. Слушать голос и отдавать. Каждый день надо это делать. Иначе ничего не будет хорошего. Чуть расслабились, чуть лучше стало, расслабились, успокоились. Поверили, да, поверили, что это работает. Но ждем страданий дальше. Так, две ошибки. Первая ошибка. Это неверие, что у меня что-то получится. Это означает отсутствие труда. Надо просто продолжать. Придет время, получится. И вторая ошибка. Получилось, расслабился. Что надо делать дальше? Кланяться святому. Дальше слушать голос.